Всем огромный привет! Меня зовут Таня и рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. Сегодня у нас будет шоппинг-влог, а передаю привет, я вам из Санкт-Петербурга. Мы сейчас с вами находимся в центре города и отправляемся в торговый центр, который называется Галерея. Сначала пройдемся немножко по косметическим магазинам, по парфюмам, а потом уже перейдем к более земному, к одежде, аксессуарам, обуви и так далее. Я сейчас нахожусь в корнере Chanel. Как вы видите, здесь уже представлена весенняя коллекция 2020 года. Выполнена она в таких спокойных, песочных, бежево-коричнево-розовых оттенках. Очень интересный хайлайтер здесь в стике, он такого коричнево-персикового оттенка, а эффект у него такого жидкого стекла. Я нанесла на руку хайлайтер в виде пудры, он такой вот персиково, немножко похож даже на бронзер. И вот такие вот три оттенка теней жидких, очень красивые, легко наносятся, впитываются буквально за 5 секунд и потом их просто не стереть. Очень хорошее качество. Далее переходим с вами к отделу Hourglass. Давно смотрю вот на такие палетки. Это и хайлайтеры, это и румяна, даже есть в некоторых бронзеры, но в основном это, конечно, хайлайтеры. Стоят такие палетки 5190 рублей. Также есть отдельно румяна, которые, собственно, представлены были в палетках. Румяна красивые, яркие, все по отдельности очень хорошо наносятся и распределяются. А я признаюсь вам, нацелена на вот такую вот палетку румян, которая стоит 5390 рублей. Здесь 4 оттенка румян, все они разные. Это и ярко-розовый, и персиковый оттенок, и такой немножко оранжевый терракотовый, и классический персиково-розовый. Вот как все мы пользуемся. Румяна очень красивые. Как вы видите, они с огромным количеством шиммера, с огромным количеством сияния. Очень-очень-очень замечательно смотрятся. Также в Hourglass есть, смотрите, какая большая линейка блесков для губ. Блески называются Unreal, это сияющий блеск для губ, длительный объем, увлажнение и питание. Стоят такие блески 2590 рублей, немало, соглашусь. Но, во-первых, они очень большого объема, а во-вторых, они очень плотные. И действительно нужно совсем чуть-чуть, чтобы полностью перекрыть цвет губ. Посмотрите, какие они все плотные, блестящие, такие глянцевые, сливочные. Классные-классные оттенки, обязательно себе возьму какой-нибудь. Дальше мы отправляемся с вами немножко на поиски аромата для весны. Вот такой вот мне понравился аромат Champs-Elyse от Guerlain, я еще его усмотрела в Париже. Аромат Champs-Elyse это про дыню, фиалку, персик, пион, сирене немножко и розу. Из огромной линейки Aqua Alligory мне больше всего понравилась Роза-Роза. Аромат цветочный, свежий, фруктовый, немножко цитрусовый. В основе у него лимон, личи, черная смородина и белый мускус. Очень женственный. Переходим с вами к стенду с косметикой уже Guerlain. Никогда почему-то я не обращала внимания на их помады, а их огромное множество. Такое же огромное множество и футляров для этих помад, которые нужно покупать отдельно. Свою помаду можно задизайнить самостоятельно, выбрать цвет и украсить ее можно любым абсолютно чехольчиком. Обратила внимание на увлажняющую формулу помад Розжи. Мне очень понравились оттенки. Вот они, 520-й, 62-й и второй оттенок. Посмотрите, какие они сияющие, увлажняющие, жирненькие, питательные. Очень красиво сияют на коже, также красиво будет сиять на губах. Ну, здоровские, что уж тут сказать. А это уже новая коллекция Guerlain, которая состоит из нескольких, как вы видите, футляров для помад, самих помад и вот такой вот палетки для макияжа. Дорого-богато. Вот так выглядят оттенки помад из новой коллекции. Это такой пурпурно-розово-красный, нежно-персиковый и карамельный цвет. Помады называются Розжи де Герлен и стоят они 2490 рублей. Помады интересные, необычные, чтобы разнообразить свою косметичку и порадовать себя. Новый абсолютно для меня продукт и бренд это косметика Crayola Beauty. Здесь в магазине представлены карандаши для губ и карандаши для глаз. Вот так выглядят карандаши для губ, он белого цвета и вот такой вот сам стик. Вот я нанесла оттенки из одного из наборов. Видите, что в основном, конечно, оттенки яркие. Такая вот, знаете, гелевая, плотная, но в то же время мягкая текстура. Стоит такой набор 1346 рублей по скидке, а обычная цена 2000 рублей. Далее я решила погулять немножко по отделу снишевой парфюмерией. Набрела на фирму, которая называется Parfums BDK. Вы когда-нибудь о ней слышали? Или это я просто из пещеры как-то иногда вылезаю и нахожу такие фирмы? Я о ней раньше ничего не слышала. Понравилось мне два аромата, которые называются Bouquet de Hongrie. Простите меня за мой французский. Этот аромат фруктовый, сладкий, мускусный и древесный. В основе у него клубника, груша и турецкая роза. Это желтенькая водичка, которая называется Passessoir. Этот аромат фруктовый, сладкий, бело-цветочный. В основе у него имбирь, мандарин, черный перец и древесный янтарь. Оба аромата очень легкие, женственные, весенние. Стоят они 13 350 рублей, а со скидкой 9415. Открытие этого года для меня это парфюмерный дом Вильгельм Парфюмери. Ароматы в таких вот граненых хрустальных флаконах с желтыми крышечками. Очень понравился аромат, который называется Purple Fig. В основе у него лимон, кипарис и очень много инжира. И второй аромат, который мне безумно понравился, это аромат Mango Skin. Он уже фруктовый, тропический и сладкий. В основе у него апельсин, манго и фиалка. Боже мой, девочки, это самый вкусный манговый аромат на земле. Кто любит манго, обязательно присмотритесь. За 100 миллилитров просят 18 500 рублей. Но это за 100 миллилитров. Можно взять и более мелкую версию, 18 миллилитров. И стоить она будет уже около 5000 рублей. Томфор, томфор, томфордович. Из этого огромного легиона ароматов. Мое сердце отдано, посмотрите какому, да, солейнеш. Этот аромат бальзамический, ванильный, амбровый. В основе у него бергамот, морковь, роза и белые цветы. Это аромат безумной красоты. Он очень нежный, легкий, воздушный, но есть в нем какой-то стальной стержень. Немножко горчинки мужской. Стоит такой аромат 15 130 рублей. Так, ну что, девчонки, находимся мы с вами сейчас в магазине Michael Kors. Мы сейчас с вами будем мерить обувь. В частности, кеды, кеды на весну. У меня есть точно такие же кожаные черные кеды. Я ими безумно довольна, поэтому присматриваю сейчас такие же кеды в белом оттенке. Стоят такие кеды 12 700 рублей. Вот таким вот образом кеды смотрятся на моей ноге. Просто лаконично, ничего яркого, ничего пестрого. Подо все, и под платья, и под джинсы, и под брюки, и под юбки. Очень классная универсальная модель. Так, а это уже идут весенние новинки этого сезона. Такие вот стальные, немножко с люрексом, немножко кожей, немножко сияния. Большой круглый логотип Michael Kors сбоку. Толстая резиновая белая подошва, даже, знаете, немножко даже платформа. Стоят они 16 800 рублей. А эти кеды немножко закос под Balenciago этого года. У них, смотрите, какая кнопка смешная есть на язычке. Как будто бы переплетение кожи стоят такие кеды 16 800 рублей. Это уже более теплая модель для тех районов, где еще действительно снег лежит очень холодно. Это черная кожа, и навешали на эту черную кожу много-много цепей, и брульянтов, и каких-то жемчугов, и каменьев. И стоят такие ботинки 27 900 рублей. Так, а это чуни-мачуни, вот прямо это мой стиль. Я обожаю такие тапки, скороходы, когда в них удобно, хорошо, как будто в своих домашних тапочках. Они натуральные, это натуральная кожа, натуральная обчинка, они красивые, нежные. Это я мерю новинку этой весны, кеды на платформе. Кажется, что ее нет, но на самом деле там, знаете, такой вот мини-каблук даже. Кеды в белокоричневых оттенках с логотипами Michael Kors на коричневой коже. Даже на моей маленькой ножке они смотрятся не гигантскими. Но, честно признаюсь, мне в них не очень удобно, потому что нога вываливается как бы вперед, из-за того, что они как будто бы на каблуке. Стоят такие кеды 16 800 рублей. Мы с вами плавно перемещаемся в магазин у Терквы. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть по обуви. Вот такие вот лоуферы я себе смотрю, с такими нашивками каменями и в классическом коричневом и карамельных цветах. Они безумно мягкие, они безумно легкие, они как пушинки. Но меня смущает то, что они, ну, очень сильно похожи на гучи, прям такой жесткий-жесткий закос под них. Стоят такие лоуферы 9 990 рублей. Дальше, мой взгляд, перемещается на соседнюю полочку, и тут я вижу опять-таки жесткий закос, только уже под Шанель. Это вот такие вот плетеные босоножки в бежевом цвете с черным носочком. Стоят такие босоножки 10 000 рублей. Соседствуют с ними уже кожаные саба, они в таком белом оттенке с черным носиком и черные с бежевым носиком остреньким. В коже такие босоножки стоят 8 990 рублей. Ура! Мы сейчас с вами уже в примерочной. Я взяла несколько рубашек и блузок. Вообще, люблю магазин у Терквы за их блузки и рубашки. Они всегда там очень яркие, необычные, есть из чего выбрать. Я сейчас меряю белую приталенную рубашку в черную клеточку на резинке на талии и на резинках на манжетах. Рукава широкие, похожи немножко на стиль летучая мышка. Я меряю это все с кожаными штанами и грубыми черными ботинками. Здесь очень интересные пуговицы, смотрите, они хрустальные, белые и серые. Вот такая вот ткань, она немножко переливается, такая сатиновая. И я меряю сейчас размер L. Вот кто бы сказал, да, в современном мире с этим оверсайзом даже размер L на мне смотрится хорошо. Стоит на 9 090 рублей. Следующая блузка, это блузка пушистик. Она выполнена в виде кубиков, квадратиков, то есть из воздушной такой ткани. А остальные квадратики как будто бы вязаны. Она не приталенная, больше такая, знаете, прямая, квадратная. И, конечно же, очень-очень объемная. Вот эти вот кусочки ткани двигаются вместе с вами. Вот как эта блузка смотрится при другом освещении. Необычная, правда же? Стоит она 8 290 рублей. Это уже размер S был. Следующая блузка в горошек. Тут уже прям самая натуральная летучая мышь. Вот такие вот горохи на белой плессированной ткани. Вот я показываю здесь небольшой разрезик, а с другой стороны это все крепится на кнопочках. Вот такие вот большие крупные рукава. Необычная блузка. Вот где вы такую еще видели? Я, честно говоря, больше нигде. Классная. С кожаными брюками, вообще с черным цветом. Очень здоровски смотрится такой прям контраст. Стоит такая рубашка 9 290 рублей. Это был размер S. Едем дальше. Вот такая вот тоже рубашка в горошек, но уже в более мелкий. Мне кажется, она похожа немножко на рубашку для сна или для дома. Можно по-разному носить рукава. Можно их немножко поднимать, а можно носить в распущенном виде. Но так, мне кажется, они слишком длинные. Вообще рубашка в целом слишком длинная. Она немножко плессированная, она немножко тянется. И ее можно носить только на выпуск. Видите, когда я стараюсь ее заправить в брюки, это выглядит не очень хорошо. Она немножко асимметричная спереди, она короче, чем сзади. У нее очень интересные рукава, именно манжеты, как будто бы такая резиночка. Стоит такая рубашка 10 290 рублей. И на десерт я себе присмотрела вот такую вот джинсовую, твидовую, с жемчужинами, с огромными пуговицами, рубашку. Черная джинса и добавлена здесь ткань из твида, черно-белая, такая лапка. Интересно, ярко, необычно. Опять-таки, с кожаными брюками мне нравится. А еще здесь классные пуговицы. Давайте посмотрим поближе. Это жемчужины в золотом обрамлении. То есть, такую брутальность обыгрывают нежностью жемчуга. Вот так нежно и красиво выглядит твид. Я только сейчас увидела, что есть золотые вставочки, золотые нитки на твиде. Стоит такая рубашка 13 990 рублей. Так, это мы сейчас с вами в магазине Фурла. Я смотрю новинки этой весны. Новые цвета, новые формы, новые оттенки. Вот такая вот сумка-кругляш с очень ярким, необычным поясом, который можно менять по вашему желанию и по размеру. Можно сделать более коротким, можно сделать более длинным. Также есть такие сумочки в розовых цветах, белых. Соответственно, им также меняются и цвета ремешка. Мне понравилась вот такая вот золотая сумочка. Тоже кругляш. У нее новый, кстати, логотип Фурла, который теперь выглядит вот так вот. Это такая зерненная, плотная кожа. Она абсолютно не царапается, очень износостойкая. Смотрите, есть также в черных оттенках, карамельных. Мне очень понравилась вот эта бежевая и коричневая. Здесь у них один будет ремень, вот такой вот в коричнево-черно-белых оттенках с логотипами Фурла. Долго ждать не пришлось, я уже меряю эту сумочку на себе. Я сегодня в парке, в темной джинсе, в таких вот, знаете, повседневных, обычных, спокойных оттенках. И все вместе это, конечно, смотрится очень хорошо. Сумка небольшого размера, небольшая, не маленькая. В нее легко помещается телефон-айфон самый большой. И стоимость такой сумки 21 тысяча рублей вместе с ремнем. Также этой весной появились новые портфели. Портфели-рюкзаки, я бы даже сказала, они такие большие, плотные, вместительные. Посмотрите, какой интересный способ застегивания. Также есть в черных оттенках, в желтых оттенках. Ну, вот эти сумочки я уже вам показывала в своем видео о Фурле. Я меряю сейчас браслет с логотипом Фурла. Это обычный стальной браслет, вот такой вот. Именно сама буковка F выделана, видите, из таких мелких бриллиантиков, как будто бы. Я думаю, что это просто какие-то искусственные камушки. Мне кажется, что смотрится плосковато на руке, на витрине смотрится более женственно и привлекательно. Также посмотрите, на внутренней стороне браслета выгравирована буковка F, то есть Фурла. Продавцы мне предлагают кастомизировать свою сумочку, то есть как-нибудь ее освежить, обновить с помощью вот таких вот платочков. Их можно использовать как угодно, хоть на волосы, хоть на шею, хоть на сумку, хоть куда. Я, честно говоря, не очень люблю такой способ. Давно смотрю и прям, знаете, мозолю глаза на эту сумочку. Это новинка этой весны. Сумка, которая называется Eye. У нее очень высокая ручка. Она такая немножко ретро за счет своей формы, но мне она почему-то очень нравится. Даже вот со спортивным чем-то, даже с таким повседневным луком смотрится интересно. Небольшая форма, но мне для жизни будет очень даже подходящей. Вообще для современной девушки, которая не носит с собой, знаете, ноутбуки и тюки, будет очень даже хороша. А сейчас мы с вами в магазине 12 Stories, 12 историй. Я думаю, все из вас модниц знают эту фирму. Немножко померяем с вами весенних новинок. Таких вот коричнево, бежево, кремовых цветов, спокойных, базовых. Сначала я меряю вот такой вот мягкий костюм, который состоит из брючек на резинке и с таким вот свободным пиджаком на поясе. Очень расслабленный лук получается на каждый день, на повседневность. Я меряю с белой футболкой его. Можно носить как с поясом, так и без пояса. Можно застегивать на пуговицы. Ткань интересная, она как будто бы с мелкой белой пылью. Но на самом деле это вот такая вот выделка ткани, а внутренняя сторона жакета шелковая. Мне кажется, что на более высоких девчонках этот костюм будет смотреться лучше. На мне, на девочке маленького размера, это как-то вот все очень много как-то ткани. Как-то вот нахлобучено как будто бы, не собрано, нету силуэта. Дальше юбочка дюймовочки, знаете, которая действительно покорила мое сердце, когда висела на вешалке. Очень красивая, нежная вещь. Посмотрите, какая баска снизу. Юбка кремового оттенка, я меряю ее вот с такой вот легкой водолазкой из кашемира, с длинными-длинными рукавами. Мне очень нравятся рукава, приятно на ощупь, но это все просвечивается. Посмотрите, все швы, все какие-то неровности. Вот, например, видно колготки мои, ну как же это можно носить? Видно бюстгальтер, да? Видно все. Очень классно на вешалке, классно на ощупь, но в жизни мне не очень нравится. А цвета потрясающие. Такая юбка стоит 8980 рублей. Дальше я меряю платье, такого кремового оттенка. Хлопчатобумажное, но в нем как будто бы есть шелк. И оно переливается, и смотрится очень мягким, струящимся, и таким вот, знаете, по фигуре. Оно мне, как мне кажется, немножко большевато. Здесь очень интересный воротник, который можно завязывать как галстук. А галстуки в этом сезоне, это очень трендово. Ткань очень мягкая, как я сказала, и минус этой ткани в том, что она просвечивается. Посмотрите на карманы, видно вот просто все. Видно будет ваше нижнее белье, видно будут колготки и бюстгальтер. Стоит такое платье 9980 рублей. И последнюю вещь, которую мы с вами сегодня примерим, это будет вот такой вот необычный жакет черного цвета с золотыми пуговицами. Во-первых, его необычность в том, что у него вот такие вот странные рукава. Видите, они как будто бы клешоные, они с таким вот маленьким разрезом, как будто бы на юбке. Следующий, это такие вот два разреза на спинке. Здесь нету воротника, просто вырез, вот такой вот круглый вырез. Жакет с выделенной талией, причем такой вот очень яркой. Я все никак не могу насмотреться на горловину этого жакета. Посмотрите, она как будто бы необработанная, просто шов и из него торчат ниточки. Это очень необычно. Опять-таки, я больше нигде, ни в каком бренде такого не видела. Стоит такой жакет 12 980 рублей. Я уже стою на кассе и кидаю такой прощальный взгляд на магазин. Видите, все вещи сделаны из очень спокойных, простых, лаконичных цветов. И сделано это все из потрясающего качества тканей. Забежала я также в магазин Локситан. Мне очень нравится иметь и пользоваться их кремами для рук из серии Карите. Сегодня я увидела, что у них есть новинки. Это серия Розы. В данном случае это роза с грейпфрутом. Синяя это с лавандой и желтая это с персиком. Мне очень понравилось именно с лавандой. Мне нравится их формат, мне нравится их размер, мне нравятся их ароматы. Ну а самый большой их бестселлер это масло для рук. Вот в такой вот коричневой упаковке, видите, как будто бы из картона. Это крем для рук с маслом Карите. Хорошая вещь на каждый день. Также огромным удивлением для меня встало то, что Локситан выпустили линейку для маленьких детей. В эту линейку входит крема для тела, лосьоны, какие-то увлажняющие вещички, а также парфюм для ребенка. Цены разнятся от 1790 рублей до 2500 рублей, но опять-таки аромат для ребенка это для меня было что-то с чем-то. Он действительно пахнет детьми. А это небольшой корнер с их декоративной косметикой, который включает в себя скрабы для губ, бальзамы для губ. Мне, честно говоря, не нравится ни первое, ни второе. Бальзамы скатываются в белую полоску на губах, не увлажняют губы, а больше даже их сушат. А скрабы для губ просто настолько мягкие и легкие, что они ничего не скрабируют. Я вам эти средства не рекомендую. У Локситан этой весной вышла новая туалетная вода, которая называется Herbalo. Этот аромат про клевер, про жасмин и про нежную розу. Стоит такой аромат 5200 рублей. Также в этой линейке есть гель для душа, мыло, лосьоны. В общем, можно взять как отдельный аромат, так и целый вот такой вот красивый набор с цветочком. Гель для душа стоит 1490 рублей. А лосьон для тела этого же аромата стоит 2100 рублей. Тоже огромной удивительной новостью для меня стало то, что Локситан выпускают свечи. И свечи эти необычайно вкусно пахнут. А также соседние коробочки, это большие свечи с двойным фитилем. Мой фаворит из этого вот разнообразия, это белая свеча с оранжевой наклейкой. Это аромат апельсина, меда, аромат дома, уюта, аромат праздника. Стоит такая свеча 2200 рублей. Я уже на кассе, и здесь, как обычно, находятся миниатюрки различных кремов, бальзамов, средств для тела, для ухода за лицом. Вот так вот выглядит магазин Локситан. Люблю их магазины за то, что у них очень. Тут тепло, уютно, тепло, хорошо. Хочется находиться в этом магазине. И я потихонечку начинаю заканчивать этот шопинг-влог. Я уже направляюсь в отель, немножко видов Питера. Небо, как всегда, серое, затянутое, немножко тяжелое, но очень-очень романтично. Вот они мои мини-покупки, которые едут со мной в отель и булочка из Старбакса. Живу я в центре Питера, в отеле, который называется Гарден Стрит. И каждый раз прохожу, проезжаю мимо вот таких вот замечательных улиц. Обожаю Питер, обожаю сюда приезжать. Жить бы я тут никогда не хотела, но вот на каникулы это классно. Ну что, девчонки, давайте сразу же сделаем распаковку покупок, которые я сегодня вместе с вами совершила. Давайте начнем с косметики. Здесь ее не так много. Какое-то огромное количество. Боже, что это, чеков? Я очень часто покупаю себе в дорогу вот такие вот патчи для глаз. Они мне очень нравятся. Они одноразовые, освежают, увлажняют кожу вокруг глаз. Решила попробовать тоже в мини-формате Клиник гель для увлажнения кожи. Это вот средство, очень давно знаю и люблю. Это Клоранс, двухфазное средство для снятия макияжа. Мое планком вот только что вчера закончилось. Поэтому нужная покупка. Дальше, вот в таком красивеньком, ну так, вот. Вот в таком красивеньком, как сказать, саше, да, мне положили. Давайте открывать. Что же мне туда положили? Локситановцы. Так, а что там? Это, девчонки, их must-have. Это крем для рук в большой тубе, в большом формате, 150 мл. Тут написано, что это крем для рук, но я могу им и ножки увлажнить, и ручки, и все на свете. Очень нравится, очень хороший легкий аромат. Впитывается хорошо. Короче, люблю. Что это такое мне подарили? В этом конверты собраны образцы лучших продуктов для вас. Мамочки, мне дали какие-то пробники. Ну-ка, ну-ка. На кассе мне об этом ничего не сказали. Что там такое? Молочко для тела увлажняющее. Какой-то крем и шампунь. Вот такой вот тоже маленький крем для рук, это их новинка. Крем с лавандой и миндалем. Очень вкусно пахнет, очень-очень. Дальше переходим к шаматью. Я перемерила в 12 сторис очень много вещей. По итогу, представляете, я просто взяла белую футболку. Белую классическую базовую футболку. Белых футболок много не бывает. Подумала я и решила взять. Она такая, знаете, плотная, толстенькая, не просвечивается. Очень хорошего качества. Белая футболочка пусть будет. Я такие вещи люблю и ношу их каждый день практически. Ну и самая большая покупка сегодняшнего дня. Это покупка Майкл Корс. Господи, одной рукой это делать нереально. Это белые кеды. Опять-таки, то, что будет... Извините, что я шуршу сейчас. То, что будет актуально всегда. То, что будет подходить ко всему. Это белые кеды с монограммами МК. Видите, вот они выгравированы. Прям на коже такая выделка кожи. Они белая, натуральная кожа. Резиновая подошва. Написано Майкл Корс. Сейчас открою и их покажу. У меня есть точно такие же кеды, только в черной коже. Я ими довольна на все 100%. И по мягкости, и по внешнему виду. И как они сидят на ноге. И как они смотрятся на ноге. И какие они универсальные. Поэтому, ну естественно, мой выбор пал на точно такие же, только белые. Белые это база гардероба. Тут вот такая маленькая штучка с эмблемой Майкл Корс. Но она такая, знаете, незаметная. Очень довольна покупкой. Искала их на многих интернет-магазинах, интернет-сайтах. Никогда. И где не могла их найти, все вечно раскуплено. А тут в магазине просто мимо проходило. И оказался мой размер. И этот цвет, короче, довольна. Я на этом потихонечку, наверное, буду заканчивать свой шоппинг-влог. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Спасибо, что погуляли вместе со мной. Я сейчас буду есть свой кроссан из Старбакса. Пить чай. В общем, да, девчонки. Всем огромное спасибо за ваше внимание. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok